Минобороны России представила свежие данные о ходе проведения специальной военной операции на Украине. Высокоточным оружием ВКС России в районе Николаева уничтожено 49 резервуаров с топливом для военной техники ВСУ, а также до 50 размещенных в ангарах боевых машин реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. Также поражены 3 базы ремонта бронетанковой техники в районе Николаева и 4 пункта управления, живая сила и военная техника еще в 18 районах. Оперативно-тактическая и армейская авиация уничтожены, живая сила и военная техника в 96 районах и полевой радиолокационный пост в районе Константиновки Харьковской области. Ракетными войсками и артиллерией поражены 26 пунктов управления, живая сила и военная техника ВСУ в 364 районах, а также подразделения украинской артиллерии в 58 районах, в том числе взвод 150-мм гаубиц М-37 на острове Кубанский и взвод реактивных систем залпового огня «Смерч» в районе Новопокровской Донецкой Народной Республики. Уничтожены 3 мобильных пункта управления беспилотными летательными аппаратами в районах населенных пунктов Жавтневая, Киселевка, Бармашова, Николаевской области. В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России, ракетными войсками и артиллерией на Донецком направлении поражены 8 украинских взводов РСЗО «Ураган» в районах Авдеевка, Веселая, Дзержинск, Новолуганская, Курдюмовка, а также 11 взводов ствольной артиллерии ВСУ на огневых позициях в районах Новопокровская, Галициновка, Артемовск, Часов-Яр, Крутая Балка, Авдеевка, Новоселовка и в районе Клебан-Быкского водохранилища, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты ДНР. В результате ударов авиации ракетных войск и артиллерии уничтожено более 650 националистов, 17 танков и других боевых бронированных машин. Три боевые машины реактивных систем залпового огня «Смерч», а также 17 специальных автомобилей. Войсками противовоздушной обороны ВКС России за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат. Кроме того, перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе Пески, Радьковские, Харьковской области и 22 реактивных снаряда РССУ в районах Донецк, Макеевка, Горловка, Камышеваха, ДНР, Червонная, Изюм, Сухая Каменка, Харьковской области и над островом Змеины. Украинские войска накануне предприняли попытку прорыва на Лисичанском направлении. Речь идет о гарнизонах в самом Лисичанске, а также в районе Горского и Золотого. В итоге противник понес значительные потери в живой силе и военной технике. Боевики попытались просочиться через рай Александровку, но попали под удар российских войск. Кроме того, взят опорный пункт противника в поселке Белая Гора, который вплотную примыкает к Лисичанску с юго-востока. В результате успешных действий окружение группировки ВСУ в Горском и Золотом завершено. Российские передовые отряды выходят на Красную улицу Лисичанска. Там боевики пытаются оказать сопротивление, закрепившись на юго-восточных окраинах города. Ситуация для противника в Лисичанске близка к критической. Уже перерезаны пути снабжения со стороны Артемовска. Под огневым контролем находится дорога на Северск. Идет и наступление союзных войск по направлению Лоскутовка-Волчияровка к югу от Лисичанска. По последним данным, наши войска находятся уже на окраинах Волчияровки. Под Северодонецком украинские войска несут потери в районе Боровского и Воронова на левом берегу Северского Донца. На Харьковском фронте, в Чугуеве, Золочеве, Старом и Верхнем Салтове российские войска наносят огневое поражение по позициям ВСУ. Продвижения с обеих сторон отмечено не было. На Изюмо-Славянском направлении украинская армия продолжает регулярно забрасывать ДРГ через Северский Донецк, чтобы отвлечь российские силы от наступления на Славянск. В Запорожье противник наращивает давление южнее Углидара. Поселок Павловка остается за ВСУ. Напряженная обстановка на линии между Никольским и Новодонецким. На южном фланге наши войска вновь нанесли удары по украинским объектам в Зеленодольске и Апостолово. Также противник отошел от Давыдова-Брода. После нанесенных ракетных и артиллерийских ударов. В Одессе украинские боевики продолжают оборудовать опорные пункты, а Киев заявляет, что не оставит попыток атак на остров Змеины. Украинский генштаб стягивает обратно Киеву части ВСУ, ранее переброшенной к белорусской границе. По имеющейся информации, Киеву возвращают подразделения из Луцкой, Ровенской и Житомирской областей. Согласно официальной версии, Главное управление разведки Украины получило информацию, что в ближайшее время наступления с белорусской стороны не будет. По неофициальной главнокомандующий ВСУ Залужный собирает части, остающиеся верными командованию вооруженных сил, а не Зеленскому. Делается это на случай попытки Офиса Президента обвинить главкома ВСУ во всех неудачах на Донбассе со всеми вытекающими. Так это или не так, но факт отвода подразделений ВСУ от белорусской границы имеется. Трение Залужного Зеленским тоже. Между тем, по данным российского Минобороны, противник несет большие потери. Резервов для пополнения и затыкания дыр в обороне нет. Фронт сыпется. Сообщается о большом количестве раненых среди украинских военных. Отмечаются многочисленные случаи дезертирства и сдачи в плен мобилизованных и терробароновцев.